Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Проверено Миннет. В Чебоксарах из-за ложных звонков о бомбах эвакуированы ученики 14 школ. Оптимизация расходов. Троллейбусному управлению столицы грозит банкротство. Творческий экзамен. В Чувашском государственном музее открылась выставка народного художника Чуваши Константина Долгашева. Волна анонимного терроризма в очередной раз накрыла Чебоксары. Сегодня 14 столичных школ получили электронные письма с угрозами. На место ЧП сразу прибыли наряды полиции, кинологи и специалисты взрывотехники. Наша съемочная группа успела побывать в 59-й школе, ученикам которой тоже пришлось эвакуироваться. Мы вот так вот построились и вышли. Да. Классный руководитель 2-го Б59-й школы рассказывает, что дети не волновались. В начале года прошли учения. Поэтому как действовать во время чрезвычайной ситуации, школьники знают. Произошел звонок, сигнал. Мы быстренько взяли курточки, шапочки, построились по 2 человека и вывели детей по эвакуационным выходам. Конечно, немножечко было жутко, потому что это все так спонтанно. Но ничего, мы справились. Мы все эвакуировались вовремя. Сообщение поступило в 10 часов, когда в кабинете директора проходило совещание. Пошла секретарь с телефонограммой. Была информация, что сегодня в любой момент, может быть, произойдет взрыв. Мобилизованные силы были, так скажем, была задача всех быстро эвакуировать. И мы шли. Все заместители тут же прошли по всей школе и проверили наличие всех работников и детей по всей школе. О том, что произошло, сообщили в управлении образования и службу 112. Практически сразу в школу приехали кинологи, взрывотехники, ОМОН и служба скорой помощи. Все это время дети гуляли на спортплощадке. Мы сидели на уроке, включилась сирена. Учитель сказал нам вставать с мест и идти эвакуироваться. Мы сложно встали и нас повел учитель к выходу. С начального класса мы тренировались. И так было всегда. Школьники могли пойти домой после того, как им разрешали учителя или детей забирали родители. В школе у нас бомбу положили, забили вершку. В первом классе учится. К чрезвычайной ситуации все стороны оказались готовы. Директора школ очень оперативно отреагировав. Позвонили в первую очередь в структуру МВД. Потом они начали в это же время выводить наших детей в безопасное место. Хочу сказать, что очень отлаженная работа была между сотрудниками МВД и директоратом наших школ. На данный момент дети отпущены из школы домой. Завтра наши школы будут работать и функционировать в рабочем режиме, в обычном. Неплановый выходной, длительная прогулка на свежем воздухе сегодня была у учеников 14 школ столицы. Были эвакуированы более 10 тысяч детей и взрослых. Но, как отмечают педагоги, выполнить задание ученикам придется. Учебный план никто не отменял. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. Ну а Министерство внутренних дел по Чувашии проверило все школы, относительно которых поступили сообщения. Полицейские завершили проверку на объектах, где по сообщению анонима были якобы установлены взрывные устройства. Все помещения, о которых говорилось в электронных сообщениях, были тщательно обследованы специалистами и служебными собаками. Информация оказалась недостоверной. Проводится мероприятие по установлению лиц, причастных к заведомо ложному сообщению о заложенных бомбах. А теперь к другим новостям. Сколько призывников попадут этой осенью в президентский полк? Какой урожай наград собрали на выставке «Золотая осень»? Что будет с посевами, оставшимися на полях, где еще нет тепла? Планы на предстающую неделю и итоги прошлой обсудили на традиционном совещании главы Чувашии и правительства республики. 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. Всего вооруженные силы страны должны пополниться 134 тысячами новобранцев. Для Чувашии плановая цифра – 1294 человека. Данный призыв по количеству чуть меньше того и призывной кампании, которую мы проводили весной 2017 года. Осенью 2017 года планируется вооруженные силы направить 1164 человека, в Федеральную службу Национальной гвардии Российской Федерации – 120 человек, и в Федеральную службу охраны Российской Федерации – президентский полк, так называемый, 10 человек. Военный комиссар доложил, что начали работать 26 муниципальных призывных комиссий в их составе, 209 врачей-специалистов разного профиля. По итогам весеннего призыва уголовных дел по отклонению от службы нет. Во Всероссийской выставке «Золотая осень-2017» участвовали около 400 человек из республики, 26 предприятий, в итоге завоевали 65 медалей разного достоинства. Между тем, уборочная кампания в Чувашии продолжается. Собрано более 714 тонн зерна. Картофель убрали 90-80,5%, и в то же время на полях у нас еще остаются продукции на 300-325, ну вот так в рубли, если перевести, на 300-320 миллионов, в том числе зерновых в пяти хозяйствах. Остались у нас немного еще картофель, 104 гектара, овощи 293, ну здесь в основном поздняя капуста, она в плановом режиме убирается. Также подсолнечник на зерно. Инсекацию провели почти на всех площадях, и в ближайшее время начнем уборку. 6861 гектар подсолнечника на зерно, это примерно на 200 миллионов рублей, поэтому мы однозначно не потеряем, даже с приходом заморозков можно убирать эту культуру. Конечно, нужно убирать, картофель он уже теряет в качестве, соответственно, я объехал ярмарки уходного дня, где сельхостоборопроизводители привозят свои продукции, цены, кроме картофеля, они благоприятные для покупателя, массовая заготовка идет, поэтому просьба организовать эту работу лучше. Мы с городскими властями договорились, что они продлят еще неделю ярмарки выходного дня, чтобы в шаговой доступности наши ветераны могли купить сельскохозяйственные продукции и заготовить. По данным Минстроя Республики, к этому дню к теплу подключены 97% всех объектов. Есть проблемы по отдельным многоквартирным домам, их держат на контроле. Глава Чувашии попросил руководителей профильных служб и ведов внимательнее относиться к обращениям жителей и максимально оперативно реагировать на них. Елена Гальперина, Сергей Адушкин, Республика. Высшие знаки отличия для лучших учителей Республики. Церемония награждения работников образовательной сферы прошла в минувшие выходные. Педагоги поднимались на сцену за наградами и боролись за победу в песенном конкурсе. Подробности в следующем материале. В зале Дворца культуры имени Якова Ухсая, который сам преподавал студентам Чувашский язык, собрались лучшие в своем деле. На торжественный прием пригласили каждого 70-го учителя Республики. Педагогическое сообщество региона сейчас объединяет более 20 тысяч человек. Глава Чуваши отметил, что от их профессионализма зависит будущее страны. Ведь именно они обучают поколение Некст. Вы, уважаемые учителя с большой буквы, делаете все для того, чтобы наши дети были современными. Всегда мы смотрим в будущее, находим пути, варианты, инструменты для того, чтобы связь между школой, между родителями, между общественными организациями, ну и между нашими дорогими школьниками, студентами не прерывалась, а наоборот она укреплялась и усилилась. Бюджетные расходы на образовательную среду в Республике продолжат увеличиваться. Главная задача на ближайшие годы ликвидировать вторую смену. Предстоит возвести порядка 30 новых школ. Мы встречались вместе с вами, со многими из вас, кто сидел в этом прекрасном зале, с министром образования Российской Федерации. И она нам многое пообещала. Мы составили ей большой список наказов. Мы видим, что много уже реализуются. Они учат побеждать. Глава региона вручил свидетельство о получении грантов педагогам, которым удалось подготовить финалистов престижных олимпиад. Одна из них – преподаватель чувашского языка Галина Абрамова. Она верна своей профессии более 20 лет. На межрегиональном уровне у меня была призер. Это Маркелова Инга. И я думаю, результаты можно получить благодаря только кропотливой работе. Мы отбираем сильных учеников, занимаемся с ними после уроков. Педагогам республики нет равных и на сцене. В Чебоксарах вновь боролись за победу учительские хоры из 10 районов. Хоровое пение сближает учителей. Это и искусство, и культура, все вместе. Третий раз выступаем на учительском конкурсе хоровых коллективов. Два раза мы стали победителями. Награда за первое место вновь уехала в Урмары. Преподаватели из этого муниципалитета лучше всех исполнили песню на чувашском языке. На русском – учительский хор из Алатыря. Битрий Ковалев, Эрена Гавилян. Республика. Как расходуются бюджетные средства по программе переселения граждан из аварийного жилья? Нарушения при реализации проекта обсуждали сегодня на заседании комиссии по противодействию коррупции. За годы существования программы 23 муниципальных образований республики получили более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. В каждом контрольная счетная палата провела проверку. Выяснилось, что в некоторых городах и районах не был даже разработан муниципальный акт о предоставлении жилых помещений жильцам аварий, хотя люди уже там живут. Так, при расселении из аварийных многоквартирных домов в городах Севильск и Шумеля одним гражданам представлялись жилые помещения с площадью равной в аварийном жилье, другим гражданам представлялось помещение уже более чем на 16 квадратных метров, чем то жилье, которое они имели. Еще нарушения, недостоверность списков граждан для переселения и неточность данных о площади аварийного жилья. Кроме этого, подрядчики срывали сроки сдачи жилых домов. Таковы итоги проверки трех этапов программы. В настоящее время в муниципальном образовании проведена работа по устранению выявленных нарушений. В Урмасском районе администрация района средства использованы непоцеленным значением возвращены на счет министровича вашей в полном объеме. Какая сумма? Сумма, можно прошло назвать. Более 2 миллионов рублей. Работа над ошибками идет и в других районах. Реализацию четвертого этапа обязательно проверят. На него, кстати, выделено более 300 миллионов рублей. У вас соответствующее соглашение, насколько я знаю, есть в муниципальном образовании. Все подписаны, все соглашения полностью исполнены. А вы, главный распределитель бюджетных средств, должны инициативу проявляя заранее принимать соответствующие меры. Через вас же вся первичная документация проходит. Дома вводятся, разрешение нового муниципального образования дают. Глава республики подчеркнула, что эта программа должна быть в приоритете. От грамотной и слаженной работы органов власти зависит, получат ли новую прописку жители аварийных домов. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Когда жители из ветхого и аварийного жилья смогут переехать в новые квартиры, обсудили на еженедельном совещании в Чебоксарской администрации. На данный момент все пять домов для переселения жителей в Чебоксарах достроены, хоть с небольшим опозданием. Сейчас идет подготовка документов на ввод в эксплуатацию и оформление квартир в муниципальную собственность. Прошу сотрудников блока жилищно-коммунального хозяйства, глав районов, провести работу. На этой неделе мы проводим заселение в два дома, на следующей неделе в остальные три дома. Таким образом, к 20 октября жители должны иметь возможность переехать из ветхих аварийных домов в новые благоустроенные дома. После сдачи этих домов Чебоксары закроют последний этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Напомню, в нее вошли дома, которые признали аварийными до 2012 года. 157 миллионов рублей цена банкротства или реанимации троллейбусного управления Чебоксар. Именно такую сумму предприятие задолжало Чувашской энергосбытовой компании. Энергетики обратились в суд и требуют банкротства троллейбусного управления. Дата рассмотрения иска еще не назначена. В администрации города предлагают провести оптимизацию, сократить количество рейсов и увеличить временной интервал между троллейбусами. Уже в прошедшие выходные жители заметили, что общественного транспорта на улицах города стало меньше. Пока только на 5%. Но этих мер недостаточно, считает Алексей Ладоков. Сейчас будем рассматривать вопрос исполнения бюджета. И вы услышите, что резервов у нас практически нет в городском бюджете. Это значит, что нам нужно принимать серьезные меры для того, чтобы снизить затраты. И выйти на текущие платежи. В убытки мы больше уходить не можем. Глава столичной администрации поставил конкретную задачу перед руководством управления. Требую с вас в октябре выйти на текущие платежи. На текущие выйти. Я вам говорил неоднократно, вы, я так понимаю, меня не слышите. Если вы не будете справляться с этой задачей, буду ставить вопрос об освобождении от должности. Обсудили на ежедельном совещании в городской администрации и ЧП, которое в минувшие выходные произошло на одном из троллейбусных маршрутов. 7 октября в 7.45 утра, когда троллейбус проезжал по улице Гагарина, по общественному транспорту неизвестные открыли стрельбу. Люди не пострадали. Сейчас ищут виновных. Задержан предполагаемый виновник аварии у памятника Гагарина в Чебоксарах. В пятницу, 6 октября, водитель Nissan Pathfinder врезался в пешеходов, которые ждали зеленого сигнала светофора, и скрылся с места ЧП. Серьезно пострадал мужчина. Врезается в пешеходов, теряет госномер и по встречной полосе несется в сторону проспекта Ленина. Виновника ДТП объявляют в розыск. Спустя двое суток в Ядренском районе сотрудники ГИБДД задерживают 18-летнего водителя. Хотел проскочить. Средним ряда выверну на крайний правый. Думал, на желтый моргающий полючий. Но не успел. Справился с управлением. Пострадавший в этой аварии жив. В ближайшее время его планируют выписать из больницы скорой медицинской помощи. В Чувашском государственном художественном музее открылась выставка «Живопись». Посвящена она сразу двум юбилейным датам. 30 лет творческой деятельности и 55 лет самому художнику Константину Долгашову. В его картинах просматривается явная любовь к пейзажам, натюрмортам, традициям. Рожденный в Оренбюргской области, Константин Долгашов большую часть жизни прожил в Чувашии. Республика стала для него родной. Я стою перед самой центральной работой и упиваюсь красотой его красок. Тут и настроение этих женщин, и костюмы, и время, и традиции. Член Союза художников России, кандидат педагогических наук, его регалии можно перечислять до бесконечности. В экспозиции собраны работы разных лет, чтобы люди видели, как я развивался, говорит Константин Долгашов. Когда работаешь со студентами, нужно самому постоянно развиваться, иначе нечего сказать им. Поэтому сегодня, когда пришли студенты, и у нас был такой диалог, я сказал, что я сегодня перед вами на экзаменах, так что вы можете поставить оценку своему преподавателю, насколько я заслуживаю. Городской пейзаж, сельские виды, сочные по колориту и настроению картины написаны с большой любовью к Чувашской земле. Среди прияды новых художников и преподавателей Константин Александрович занимает особое место, потому что вокруг него молодые преподаватели, вокруг него он является душой вообще коллектива художников и творческих людей педагогического вуза. И сегодня не случайно, что вот здесь вы увидите, вокруг него находятся и радуются вместе с ним открытой этой выставке многие-многие талантливые художники и музыканты Чувашской республики. Педагог или художник Константин Долгашов? Этот вопрос так и остался открытым. Ясно одно – талантливый человек талантлив во всем. Когда смотришь на его живопись, хочется, я не знаю, взять кисти, холст и начать тоже так же делать, как он. Но, к сожалению, не всегда это получается. Он пишет очень ярко, очень эмоционально. Ну, в нем виден характер мужской такой, какой-то стержень. Татьяна Трофимова, Дина Кустова, Андрей Шоклев, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы Республика. Далее в программе о новой системе электронной ветеринарной сертификации. Как и с ее помощью будут отслеживать животноводческую продукцию от поля до прилавка в программе «По существу». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чуваши.